девочки я приветствую вас на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором и в этом уроке мы с вами разберем как вяжется скос плеча и вырез горловины по спинке напоминаю что в уроках я показываю этапы вязания изделия все тонкости и сложные моменты а расчет вам сделает калькулятор всего несколько кликов и все вопросы о том сколько петель набирать отпадут сами собой ссылка на калькулятор в описании под этим видео имейте ввиду что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу то есть вы можете связать точно такое же изделие как у меня а можете поиграть с калькулятором создать свои параметры и связать кардиган о котором давно стали и так девчонки смотрите я уже связала высоту до пройм вот у меня стоит маркер то есть та длина которая мне нужна провязана далее провязана высота пройм и я сейчас должна переходить на вывязывание плечевого скоса и выреза горловины по спинке как это сделать смотрите в калькулятор и все расчеты сделаны я беру цифры отсюда то есть сейчас я маркерами отделила петли которые у меня будут приходиться на плечи далее петли которые у меня будут приходиться на вырез горловины центр нашла но это так на всякий случай он в принципе здесь не очень необходим и второе плечо до петли второго плеча все петли я распределила маркеры расставила смотрите дальше что мы будем делать я попробую нарисовать вам на схеме то есть калькулятор посчитал количество поворотных петель я их тут на плечевом скосе расставляю и количество поворотных точек для выреза горловины смотрите что мы будем делать я сейчас вот в этом месте то есть у меня будет изнаночный ряд ну так у меня получилось по количеству рядов то мое вязание последний ряд был как раз лицевым ничего страшного нам все равно вязать и эту сторону и эту сторону значит я буду начинать с изнаночной стороны то есть в изнаночном ряду я сейчас получается пойду вот в эту сторону и калькулятор мне насчитал углубиться на 6 петель в сторону горловины то есть вот от этого маркера тут маркер у нас стоит до углубиться на 6 петель вот я провяжу вот эту часть дальше я развернусь сделаю поворотную петлю пойду вот сюда не довезу свои четыре петли которые мне калькулятор на счетах развернусь вот в этой точке сделаю поворотную петлю тут нужно самостоятельно будут расставить ну соответственно если нам надо на 6 точек углубиться следующая поворотная петля у меня будет я на три точки углублюсь вернее на 3 петли ну и в третий раз наверно на на 2 или на одну посмотрим вот дальше я возвращаюсь иду вот в эту точку то есть от маркера провязываю 3 петли делаю поворотную петлю возвращаюсь на плечо то есть вот все эти петли провязываю провязываю маркер вот к этой точке то есть четыре петли вот этой разворотной точке я не довязываю снова и далее иду вот в эту точку после маркера здесь одну или две петельки можно провязать разворачиваюсь иду вот в эту точку то есть снова не довязываю 4 петли от предыдущей разворотной точки все дальше я провязываю маркер в следующем ряду провязываю все вот эти вот разворотные точки я их закрываю и иду в следующем ряду вот сюда вот в эту точку все то есть я повернулась на другую сторону здесь я точно также прохожу до этой точки провязываю после маркера 6 петель в сторону горловины далее разворачиваюсь не довязываю четыре петли от края тут после маркера провязываю 3 петли снова 4 петли от предыдущей точки разворота не довязываю здесь я после маркера ну допустим на одну захожу снова разворачиваюсь 4 петли не довязываю довязываю до маркера и теперь разворачиваюсь сюда закрываю все вот эти разворотные точки и поворачиваюсь обратно закрываю вот эти разворотные точки чтобы они у нас красивые были просто были в полотне и вот эти разворотные точки закрывают все то есть мы от одной нити не обрывая ее провязали и одну сторону и вторую теперь я смотрю на схему и провязывать то что сейчас только что нарисовала на схеме то есть сначала у меня идут петли плеча это у меня правая нет это левое плечо это же спинка то есть сначала я вывязываю левое плечо так как у меня просто пришлись количество рядов в эту сторону не обязательно у вас также получится по расчетам в общем неважно с какого плеча вы будете начинать суть одна и та же и так я дошла до маркера вот провязываю последнюю петлю перекидываю маркер дальше мне нужно уйти в сторону как бы горловины на 6 петель я провязываю сейчас 6 петелек 3 4 5 и 6 все 6 петель в сторону горловины я провязала теперь я разворачиваю вязание вижу следующий ряд в этом ряду по схеме мне нужно уйти вот сюда и не довязать от края от края проймы не довязать 4 петли вот тут вот я должна буду остановиться и так вот эту петлю я переснимаю на правую спицу и вот таким движением нити вперед делаю поворотную петлю то есть она у меня становится двойная это немецкие разворотные петли самый красивый самый удобный самый по моему надежный способ вязать поворотными рядами самое главное когда вы сделали эту поворотную петлю видите вот ее видно вот она двойная петелька эти все одинарный а вот она двойная у нее такой узелочек здесь получился самое главное когда провязали ее держать крепко натянутой рабочую нить чтобы вот эти вот петельки не были расхлябанными все дальше я вяжу петли плечевого скуса и мне надо остановиться за четыре петли до края так раз два три четыре вот эти две еще провязки все вот они 4 петли которые мне не надо довязывать поворачиваю вязание снимаю ведь это у нас изнаночный ряд а я снимаю также петлю на правую спицу но уже движением от себя туда на улицу когда я делаю вот эту разворотную петлю здесь точно так же там появляются две ножки петли узелочек и рабочую нить нужно держать крепче до для того чтобы провязать в обратную сторону первые петельки чтобы у нас это петелька не расхлябалась не распустилась все я вижу в обратную сторону получается смотрю сюда на схемку довязываю до маркера то есть после маркера первый раз я уходила в сторону горловины на 6 петель здесь мне нужно самостоятельно определиться да я решила что в этот раз я провяжу удалюсь туда на 3 петли можно на 4 можно на на 5 в общем вы сами здесь решаете насколько вам можно здесь продвинуться да все три петли так 2 это третья третью петлю я провязала вот она у меня три 4 5 да и вот 6 с узелком все все правильно можно можно 4 а давайте на 4 на 4 продвинуться в этот раз то есть вы тут решаете самостоятельно исходя из того сколько первое насколько петель вам насчитал и для первого раза продвинуться калькулятор да то есть каждый раз сейчас все меньше и меньше делайте то есть петли поворотные вот они у нас вот здесь вот остаются все вижу в обратную сторону и точно также не довязываю 4 петли но уже не от края а от вот этой вот поворотной петли вот она видите ее видно вот она отделена от других петель то есть раз два три четыре вот в этой петли я сейчас развернусь так раз два три четыре все вот в этой петли я сейчас делаю разворотную петлю но вы уже поняли я надеюсь как не делается в изнаночном ряду я тяну ниточку назад и начинаю провязывать в обратную сторону то есть все сейчас просто необходимо смотреть на схему которую вы нарисовали да то есть вот этот первоначальный рисунок там есть в калькуляторе вы можете его распечатать и порисовать точно также исходя из того количества петель которые будут вашими и либо просто нарисовать этот рисуночек от руки и точно также порисовать на нем и уже вот по этой схеме вязать очень удобно смотрите я развернулась сейчас третий раз у меня всего три разворотные точки по плечевым скосом в схеме да то есть а третий раз развернулась и сейчас получается вижу в сторону горловины вот я прошла маркер и в данном ряду я уйду на вторую сторону на второе плечо и вот здесь сейчас нам будут встречаться петли вот эти вот поворотные которые надо нам с вами будет закрыть вот в изнаночном ряду эти петли закрываются вот так как я сейчас вам покажу вот смотрите вот я во второй петли здесь разворачивалась последний раз то есть после маркера я углублялась сначала на 6 потом на 4 петли и в последний раз на две петли то есть вот она у меня одна петля провязана 2 у меня видите поворотная вот здесь вот узелок тут две ножки тут две ножки я тут немножко изнаночные провязываются не очень удобно но вот постарайтесь смотрите мне надо зацепить обе ножки и попасть в серединку вот оттуда я захватываю ниточку и протягиваю ее туда все провязала вот она у меня провязалась поворотная петля с этой стороны посмотрите все идеально красиво дырочек никаких нет на поворотах дальше снова провязываю петли вот она у меня поворотная петля опять как изнаночную я ее подхватываю то есть с этой стороны две ножки зацепили с этой стороны у нас тоже две ножки вот между ними мы вышли спицей и вот ниточку и туда подтолкнула и вывела все вторая поворотная петля у меня провязана и таким образом я закрываю вот эти свои поворотные петли которые делала на горловине и ухожу на другую сторону изделия все тут я надеюсь вам понятно как вязать то есть все делаем то же самое только в зеркальном отражении давайте попробую рассказать еще раз смотрите то есть мы дошли до края вот этой стороны да это у нас будет правое плечо и начинаю вывязывать по схеме сейчас я прошла петли плечевого скоса прошла маркер и ушла в сторону гола горловины на 6 петель разворачиваю вязание вяжу следующий ряд по схеме сейчас мне необходимо сделать разворотную петлю так она у меня изнаночная значит ниточку тяну наружу провязываю петли до маркера прошли маркер и теперь вяжу петли плечевого скоса не довязывая 4 петли делаю разворотную петлю разворачиваю вязание и вижу следующий ряд то есть все по схеме все точно так же только там мы начинали с изнаночного ряда в этом на этой стороне я начинаю с лицевого ряда по сути все точно точно так же как раз то три четыре еще одна петля и она у нас будет разворотной поворачиваю вязание вот не 4 петли у меня остались на спицы перетягиваю разворотную петлю к себе это лиц в лицевом ряду потому что натягиваю хорошо ниточку и вижу в обратную сторону то есть сейчас в сторону горловины я зайду я так решила на 4 петли и при следующем разе я уже зайду на 2 петли то есть вот таким образом все 4 вот она разворотная петля снова поворачиваю вязание делаю разворотную петлю перетягиваю ниточку да и вижу в обратную сторону все сейчас все вот эти вот ряды провяжу и покажу как закрываются еще с лицевой стороны разворотные петли потому что мы с вами должны сейчас будем в последнем ряду все петельки вот эти вот двойные закрыть вот видите у нас уже вот тут виден да это вот горловина вот это плечевой скос но пока она на спицах непонятно вот то есть я сейчас провязала все ряды и дошла до маркера чтобы вот здесь вот нам с вами не оставлять вот эти вот двойные петли я сейчас у маркера развернусь то есть мне придется сделать еще одну разворотную петлю разворачиваюсь и закрываю все все вот эти вот с изнаночной стороны разворотные петли то есть я просто прохожу этот ряд до самого края вот у меня первая разворотная петля то есть она делается точно так же как я вам уже показала все я не буду останавливаться и медленно это все показывать следующая разворотная петля всего у меня их плечевому вкусу три было у вас возможно будет другое количество тут зависит все от того какой вы пряжи возьмете если пряжа будет тонкая значит рядов будет больше и разворотных петель соответственно будет больше так все дошла до конца ряда поворачиваю вязание и вижу в другую сторону то есть сейчас мне тут вот у меня петли закрыты уже я просто прохожу здесь я закрываю вот эти поворотные петли с лицевой стороны до далее здесь у меня петли уже поворотные закрыты были потому что мы вот этот вот ряд проходим по схеме там их уже закрыли то есть сейчас я прохожу обратно этот ряд вижу вот тут закрою петли эти пройду и вот эти четыре три петли мне надо закрыть провяжу этот ряд вместе с вами чтобы вам было понятно и покажу что у нас получилось так сейчас у меня просто петли плечевого скоса все разворотные петли мы уже здесь закрыли так 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 и вот она у меня так сейчас соображу где 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 отдай так и вот она у меня разворотная петля которую я делал рядом с маркером помните чтоб повернуться в том ряду все я ее закрыла сейчас провязала ли лицевой так дальше вот они петли которые также надо закрывать также провязываю лицевой но я тут быстренько провязала давайте еще остановимся прям объясню подробно вот у нас разворотная петля дамы до нее дошли мы видим здесь узелок мы видим вот здесь две ножки петли и вот тут две ножки петли вот то есть нам спицей надо попасть в эту петлю точно также так чтобы на правой спице оказались две нижние ножки петли на левой две верхние ножки петли все зацепляем ниточку и провязываем вот таким образом провязываются поворотные петли с лицевой стороны самое главное попасть попасть в центр этой петли до чтобы у вас проверить когда вы попадаете спицы проверить чтобы по две ножки были на каждой спице то есть понять что вы зашли в центр этой петли правильно все теперь я провязываю петли горловины там до следующего маркера мне можно провязывать потому что с этой стороны уже были закрыты поворотные петли до когда мы с вами шли на правое плечо вот дошли до маркера и здесь точно также те петли которые сейчас нам будут встречаться мы будем закрывать так это был маркер середины все вижу до следующего маркера который у нас разделяет горловину и петли плечевого скоса да вот смотрите вот она вот здесь вот была разворотная петля предыдущем ряду закрытой вот еще одна ведь он двойная здесь пока мы вяжем мы еще можем что-то увидеть когда уже тут в полотне потом смотрите как все ровно получается то есть никаких не дырочек и бугорков тут не должно быть если вы правильно все свяжите так дошла до маркера да теперь провязываю петли плечевого скоса вот она первая разворотная петля у меня в общем все вы теперь уже знаете я вам подробно все показал довяжу уж этот ряд до конца с вами 2 прошли разворотную петлю и вот она 3 все последние 4 петельки я вас поздравляю спинка изделия готова вот посмотрите что у нас получилось до навески уже можно увидеть как у нас вырез горловины вырисовывается да и скос плеча все этот урок подошел к концу а в следующем уроке мы с вами уже начнем вязать полочку все уроки для вашего удобства я собрала в телеграм канале ссылочку оставлю под этим видео переходите вступайте и когда вы в очередной раз захотите связать себе новый кардиган вы откроете этот канал и все уроки будут ждать вас там с вами была Юлия и мой факультет рукоделия пока пока